На подготовку к операции у главного нейрохирурга области Геннадия Алексеева уходит не более пяти минут. Но именно с этого и начинается самая кропотливая работа. Счет на часы идет уже здесь, в операционной, куда поступают пациенты с тяжелыми и сложными диагнозами. Некоторых приходится оперировать по 8-10 часов. Сегодня у Геннадия Николаевича пациент с аневризмой сосудов головного мозга. О своем заболевании узнал случайно после магнитно-резонансной томографии. Аневризма, чем она опасна, она может разрываться в любой совершенно момент. А поскольку она локализуется на крупном сосуде, то кровоизлияние достаточно большое. Под большим ударом, с большой скоростью кровь выходит за пределы сосуда и ударяет по мозгу. После третьего-четвертого разрыва аневризма, как правило, это стопроцентная летальность. Пациентов с таким диагнозом в областной больнице Середавина оперируют регулярно в год от 100 до 110 человек. Очень важно, отмечают медики, обратиться за помощью вовремя. Для этого раз в год необходимо проходить профилактические осмотры. И в случае таких симптомов, как нарушение тонуса лицевых мышц, головная боль, рвота, тошнота, светобоязнь, а тем более потери сознания, незамедлительно обратиться к врачу, что недавно и сделал пациент Геннадий Алексеева Михаил Лебедев. Давайте посмотрим, поднимите руки вверх, пожалуйста. Глаза закройте, полежите немножко. После операции прошло два дня. Михаил чувствует себя нормально и понемногу начинает двигаться и вставать с кровати. Сейчас он рад тому, что оказался вовремя у квалифицированных врачей и благодарит хирурга. Ну, были приступы, а тут оказался у меня какая-то обширная гематома там. Вот ее удалили. Врачи очень хорошие, всегда на обходе спрашивают внимательно. Все нормально. Я доволен, если честно, что я попал сюда. Операция при аневризме сосудов головного мозга проводится двумя способами – открытым и закрытым. Выбрать наиболее оптимальный помогают соответствующие методы диагностики. Основными являются ангиография, компьютерная томография головного мозга, магнитно-резонансная томография. Этим тонкостям учат студентов медицинского университета. Сегодня на лекции у главного нейрохирурга области будущие стоматологи. Но все из них уже знают о том, что головная боль может быть следствием проблем с зубами и полостью рта. Больше всего ребятам нравится присутствовать на операциях. Операции захватывающие. То есть там полностью субординация – бахилы, маски, чепчики, хирургические костюмы. Ты приходишь группой, заходишь там, не все и грубо, по несколько человек, смотришь, как профессионалы делают свою работу. Это действительно завораживает. Ты наблюдаешь за этим и хочется даже попробовать, посмотреть поближе. Да и на практике, отмечают студенты, материал усваивается быстрее. Удается не только без учебника освоить большую часть программы, но и прикоснуться к тайным профессии хирурга. А пока есть пациенты, которым можно помочь, откровенничает нейрохирург Геннадий Алексеев. Студентов будет чему учить, а врачам будет кого спасать, кому дарить новые эмоции и жизни. Ольга Павлова, Константин Головин. События.